Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как корысть. Это слово означает выгоду, пользу, жажду, наживы, алчность, богатство, доход, прибыль от чего-либо или от кого-либо. И Соломон в притчах 28-20 стихом пишет следующее. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Недовольство людей, оно известно. Все люди в определенные периоды своей жизни бывают недовольны иногда собой, иногда близкими, окружающими, иногда просто жизнью. И эгоизм, жадность, серебрелюбие, алчность, зависть, все это движет людьми, и в этих недовольствах человек может прийти к корыстолюбию. Бог нам говорит о том, что серебрелюбие есть корень всех зол. И это сказано в первом послании к Тимофею в 6 главе 10 стихом. Мотивы наших поступков, они бывают иногда скрытыми. И алчность, которая двигает человека, это говорит о том, что человек не хочет помочь кому-либо. Он хочет принести пользу себе или своим близким. И поэтому он создает трудности для других, чтобы, якобы, разрешая эти трудности, помочь, но не безвозмездно. Это происходит повсеместно. Это происходит почти в каждой стране мира. И служение Богу и людям – это путь освобождения от корысти. И мы обратимся к Библии. И в Библии есть несколько стихов на тему корыстолюбие. И первое – это притча, 15-27 стихом. И там стоит следующее. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Иеремия в 6 главе, 13 стихом пишет следующее. От малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. И еще притча, 28-16 стихом. «Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит до ней». Итак, корысть, она достаточно часто встречается в жизни людей. И когда человек понимает, что двигает им, двигает ли им Бог живой, или двигает ли им враг через это его духовное состояние, то тогда открывается ему его заблуждение, его ошибки, и человеку дано будет это исправить, и исправить свои пути, как духовные, так и материальные. Корысть. Просуждайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.